Ингушетия – страна башен и искусных мастеров. Выставку с таким названием организовали в Самарском музее Алабина в честь столетия образования республики. На праздник в столицу Самарского региона приехала делегация из Ингушетии. Наш выбор пал на Самару. Но не случайно с Самарой нас связывают давние отношения деловые, политические. И вообще город интересен для нас, потому что Самара тоже своеобразная культурная столица России, одна из культурных столиц. И сегодняшняя выставка – это то, что можно было мобильно вывести и показать, и то, что характеризует нашу республику разные стороны ее культурной жизни и исторической. Самый основной в этом момент – это ансамбль, выставка и национальная традиция, что показать людям, из чего все это сделано и как все это проводится. И чтобы побольше, поглубже узнали и республику нашу, и граждан нашу республику. Самарцам представили более 180 произведений изобразительного декоративно-прикладного искусства, традиционные и стилизованные национальные костюмы, предметы быта. Мы максимально постарались охватить именно разные жанры, разные техники. И сегодня здесь находится не просто выставка на этой площадке, здесь находятся художники, которые ваяли эти работы. На полотнах оживает история нашего народа. Для нас очень важно было к столетию выехать и показать, представить наше искусство. И отрадно побывать на вашей гостеприимной, благодатной земле. Героические страницы истории народа, многовековые башни, красота Кавказских гор – все это нашло отражение в творчестве ингушских мастеров. Некоторые картины представлены в уникальной технике, они созданы из кожи кальмара и семги. На этой выставке мы видим и современные живописные полотна, которые в то же время отражают традиции, особенности и, конечно, самобытность этого удивительного горного народа. Я надеюсь, что эти дни культуры, которые сейчас проходят, это начало большого пути творческого сотрудничества. Дни Республики Ингушетия в Самаре – это не только культурный обмен, но и демонстрация туристического потенциала регионов. Мы вас ждем всегда, потому что у нас именно горная часть, она по-своему красива в разные времена года, что летом, что зимой. Потому что зимой, например, горнолыжка есть, канатные дороги, летом есть на что посмотреть, разнотравия, горы. Завершился праздник в Самарской филармонии концертом с национальными танцами, песнями, игрой на музыкальных инструментах. Между Республикой Ингушетия и Самарской областью складываются очень добрые отношения исторические. У нас реализуется ряд проектов. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие послужит дополнительным импульсом для того, чтобы мы и дальше развивали наши отношения. Для гостей праздника выступили известные творческие коллективы и народные артисты Республики Ингушетия. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.